МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помните, как радостно год назад тогда еще не просроченный легитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ важно вещал своим хозяевам, партнерам и доверчивому электорату из совсем недалека от нас страны, да и всего цивилизованного мира. Россияне устали морально и пребывают в шоке от того, что не способны захватить Украину. Мы их морально разбили. Цитата из прямого эфира, под камеры и софиты. Так как устали россияне, никто не устал. Вот что мне кажется. Мне кажется, что они устали морально и страшно. Я думаю, что они очень в шоке. Год назад хлопцы объявили свой знаменитый на весь интернет-мир контрнаступ, который плавно перешел в контротступ. А какие яркие картины в стиле Голливуда рисовало воображение хлопцев. Увы, реальность и Голливуд не всегда, как мы знаем, по опыту совпадают. Я бы даже сказал, никогда, с вашего позволения. А ожидание-то, ожидание. Мы не оставим войну в наследство после боя. Мы закончим эту войну. Мы закончим ее в интересах Украины и всей Европы, всех нас. Мы закончим ее на своих условиях. Условиях, понятных любому человеку на этой земле. Вот, например, один из ведущих новостных украинских каналов в Телеграме год назад выдал исторический уже Перл. Тяжелой поступью при поддержке лучших в мире леопардов и абрамсов Украина сметает ряды испуганных и неготовых к войне за Путина россиян. Перерезает путь в Крым. Захватывает его и Донбасс. Идет на Кубань, не слушая жалкие вопли о перемирии. Красиво, да? Но реальность-то оказалась несколько иной. Лучшие подразделения, элиты, экипированные Западом и взращенные по натовскому подобию войска, остались где-то на запорожских просторах, зачастую не преодолев даже сооруженную наспех первую линию обороны. Российская армия сейчас пытается воспользоваться ситуацией, когда мы ждем поставок от наших партнеров, особенно от Соединенных Штатов Америки. И именно поэтому скорость поставок буквально означает стабилизацию фронта. 155-миллиметровая артиллерия, дальнобойное оружие, системы противовоздушной обороны, прежде всего системы Патриот – все это есть у наших партнеров, и они должны работать сейчас здесь, в Украине, уничтожая российские террористические амбиции. А сейчас год воображаемых побед спустя, этот самый нелегитимный злится, возмущается. Он, почитай, весь цивилизованный мир объездил, даже кое-где в джунгли пытался засунуться. А ему отворот-поворот, можно сказать, даже лучшие друзья фигуру из трех пальцев под нос сунули. Аккурат в годовщину великого контрнаступа. Карточный дом посыпался, а союзники стали буквально прозревать. Швейцарцы. Предатели такие сняли розовые очки. Верхняя палата парламента отклонила выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов франков. Ну, в целом-то логично. Швейцария хочет жить, как и жила. Чтоб ни наркоманов, ни безработных, чтоб велодорожки были и так далее. Хочет быть страной, в которую люди мечтают приехать. 5 миллиардов евро однозначно способствует этому. Выделить или отдать в утиль десятую часть ВВП страны ради чего? Чтобы нелегитимный снова прикупил себе пару вилл и пару фирм на безбедную старость? Чехи вдруг решили, что количество нахлебников из независимой и богатой страны реально угрожает их нерезиновому бюджету. Прага запустила проект добровольного возвращения в Украину ее граждан с июля по ноябрь. Беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным транспортировка в машинах скорой помощи. По последним данным, в поте лица воюют за свою страну в Чехии почти 400 тысяч украинцев. В Париже в преддверии Олимпиады устраиваются дикие перформансы. Страшно становится за Макрона и его прекрасное будущее. Около Эйфельвой башни обнаружили пять гробов, завернутых во французские флаги. И на их плакаты французские солдаты, погибшие в Украине. Полиция оперативно установила личности подозреваемых и арестовала трех человек. Один уроженец Болгарии, двумя другими оказались граждане Украины и Германии. Их обнаружили и арестовали на автовокзале. А сейчас о предстоящем саммите. Хлопец уже готов. Костюмчик соответствующий прикупил. Хоть настроение и не слишком праздничное. Потому что, ну правда, что он на том будет саммите делать с министрами по страхованию инвалидов? Австралия планирует отправить в Швейцарию именно такого министра Билла Шартена. Любимый папочка не примет участие в саммите по Украине. Вместо него Соединенные Штаты будут представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Это конференция в поддержку Украины. Это попытка повлиять на общественное мнение в мире и на позицию, прежде всего, стран глобального юга. Но результаты не особенно хороши. Китай уже отказался участвовать. Неизвестно, приедет ли Бразилия. Индия должна приехать, но на более низком протокольном уровне. Южная Африка, вероятно, не приедет, потому что находится в процессе формирования правительства. Саудовская Аравия, судя по всему, тоже не приедет. А это значит, что многих из стран, повлиять на позицию которых надеялись в Украине и на Западе, на саммите не будет. Кстати, ремарочка о президенте, уникальной и лучшей страны в мире. Байден реально сдал и очень сильно. Деменция, там или просто возраст, не врач, судить не могу. Но зато теперь видно открыто и явно, что президент США – это лишь кукла, которая говорит только то, что ей позволено, и дергает этого, доходягу так, что он иногда просто не справляется. Все это подводит к тому, что Америка давно в руках ни президента, ни его приближенных. Нет, она в руках тех, кто возводит заработок вечно зеленых в абсолют. Абсолютно при этом не считаясь с любыми человекопотерями, каких-то там варваров за океаном. Плевать, они хотели и на русских, и на украинцев, и на нас с вами. Решение Джо Байдена не присутствовать на этой конференции, безусловно, ослабляет ее. Это трудно понять, ведь оба президента накануне будут в Италии на саммите Большой Семерки. Если бы он посетил один день этой конференции в Швейцарии, это значительно усилило бы ее и повысило ее актуальность. И если бы у ВВ не было растусовано по бункерам несколько сотен не самых гуманных ракет, которые одним своим существованием приводят в трепет весь демократический мир, все было бы, конечно, давным-давно по-другому. Спасибо ученым-физикам начала 1950-х. Момент взрыва приближается. До взрыва осталось 5 секунд. 3 секунды 2 секунды 1 секунда Взрыв В общем, годовщина, скажем прямо, не удалась. Хоть хлопцы и по старинке и пытаются заявлять о перемоге, но реальность позволяет разве что рассуждать о ней в анекдотичном стиле. Мы смело отступаем на заранее подготовленные позиции, а противник с позором за нами бежит. Но мир уже близок. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова